Трансформаторные подстанции украсили рисунки тверских граффити художников. Яркие картины жизни дикой природы и зарисовки на городские сюжеты появились на улицах Озерная, Трехсвятская, Склесково. Арт-проект стал возможен благодаря инициативе муниципального предприятия Тверь Гор Электро. Екатерина Крутилова рисует в технике граффити с 2013 года. Ей по душе изображать на стенах животных лица людей и фэнтезийных персонажей. По мнению художницы, важно, чтобы изображение работало со стеной и окружающим пространством. Да, город становится лучше. Любой рисунок, даже какой-то официальный, даже не сильно для меня, например, интересный, но он все равно делает город интереснее. Мы все-таки разные, и разное мнение должно выражаться. И это здорово. Чем больше рисунка, тем лучше, чем серые стены и однообразные. Я думаю, это приятнее жить в таком городе. Это уже не первая подстанция, которая стала холстом для тверских художников. Проект по преображению технических зданий начался два года назад. За это время в городе новый облик обрели 11 инженерных объектов. В этом году воплощают творческие фантазии на стенах два художника Екатерина Крутилова и Виктор Лебедев. В выборе сюжета картины граффитчиков не ограничиваются. Однако обязательно учитывается мнение жителей домов, расположенных рядом с подстанцией. Все рисунки наносят на стены без дверей и не перекрывают надписи, которые предупреждают об электрической опасности. Это должно вписываться в концепцию нашего города, зеленого, веселого, привлекательного для туристов. Выбранные рисунки, которые будут радовать и как местных жителей, так и приезжающих гостей нашего города и сделают его более радостным, более веселым. Наше предприятие имеет в своей собственности более тысячи подстанций. И хотелось бы, конечно, побольше этих объектов разукрасить, сделать их вот такими радостными, веселыми. До 1 октября планируется воплотить в жизнь еще одну задумку уличных художников. Новую картину можно будет увидеть на подстанции, расположенной на улице Лидии Базановой.